Добрый день, уважаемые друзья! Очередное видео для вас, тема будет весьма нужная. Весна начинается, зима кончается. Добавка кормов, весенняя добавка кормов в семьи. Как быстрее и легче добавить корма? Потому что очень тяжело раскрывать по весне семьи, чтобы не застудить. Есть очень интересная тема, называется «Общая подкормка пчел». Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь. Ваше спасибо всегда радует меня. Удачи вам выслушать эту интересную тему. Журнал 1963 год, пчеловодство номер 8. На странице 29 была написана такая интересная небольшая статейка. Скармливание пчелиным семьям с сахарного сиропа в кормушках или сотах – это трудоемкий и хлопотливый процесс. Ну да, если вы имеете большую пасеку, для вас это будет очень долго и нудно заниматься этим. Ну, если у вас маленькая пасека, 5-6, 15-20 минут, и вы готовы, подкормили. Но здесь, как говорится, легче и быстрее подкормить все семьи, которых у вас, допустим, 100 или больше, или 50. Именно это служит основным препятствием для замены падевого меда на сахар. То есть, большинство людей, ну, говорят, тяжело кормить, это нудно возиться, прикармливать. И поэтому они просто не заменяют падевый мед на сахар, и пчелы погибают. И в итоге вот такая вот нерасторопность приводит к большим потерям. И всем пчеловодам, которые в этом деле немножко, так сказать, имели опыт плачевный, приходится по весне покупать новых семей. Это же тормозит иррациональную замену части фуражного меда на сахар в хозяйственных целях. То есть, это можно частично мед хороший взять, а заменить сахаром на зиму. Противники общей подкормки пчел считают в основном ее недостатком то, что часть корма могут забирать пчелы с соседних пасек. Указывает также на возможность напада и воровства со стороны пчел других пасек и между семьями своей же пасеки. Но при расстоянии между пасеками в 4 километра и более первый недостаток исключается вообще. То есть, другие пчелы не прилетят и не заберут. Возбуждения пчел и напада не бывает. Я пробовал, проблем нету, можно скармливать в общих кормушках и очень легко и быстро. Читаем дальше. Если пчелы получают сахарный сироп в таком количестве, что занят его переноской, переработкой в течение всего дня. То есть, в течение всего дня нужно подливать сахарный сироп в кормушке, смотреть, чтобы они, если полдня носили сироп, то потом им приходится искать, и этот источник взятка прекратился, и они тогда могут напады делать. Поэтому, если вы решили кормить, то кормите и целый день. Вот, займитесь этой кормежкой, поглядывайте, подливайте туда сиропчика этого. Читаем дальше. В июне 1962 года мы проводили работу по внедрению комплекса противогнильцовых мероприятий на неблагополучных пасеках в Красноярском крае, чтобы предупредить перезаражение пчелиных семей через общий водопой, периодически в течение 5 дней в паилку добавляли антибиотики или сульфамиды, а в качестве приманки 5% сахара. Ну, антибиотиком тут служил у них пенициллин, потом поясняется. А в качестве приманки 5% сахара. То есть, вода была не чистая вода. Ну, до 20% можно добавлять сахара в воду, и пчелы чувствуют и хорошо берут это. А 20% считается у них как нектар уже. И поэтому они могут эту воду брать. Конечно, им придется выпаривать больше. Но это профилактическое, так сказать. Они и работают этот сиропчик как вода, и как притягательный, как говорится. Вода-то им нужна по весне. Как и притяжительный нектар. Ближайшие пасеки находились на расстоянии 3 километров и более. В период проведения работы медосбор был скудный. Пчелы охот нашли на поилку. То есть, очень плохой был медосбор. Напада и пчелиного воровства при этом не было. Вот такие опыты были. И дальше, и продолжается эта статья. В 60-м, 62-м году пчеловоды-опытники Шушпанов, колхоз имени Ленина, Вятско-Полянская, Кировская область. И тут перечисляется несколько колхозов. Проводили общую подкормку пчел с сахарным сиропом. Разное время и с различными целями. То есть, первая цель какая была, выслушаем, подкормка в безвзяточный весенний-летний период для большего наращивания пчел к взятку. Именно вот что сейчас, по весне, обычно попадается в такой безвзяточный весенний период, что дожди, или холодная погода, или теплой погоды очень мало, 2-3 часа. Вот. То есть, в такой период они проводили, и для наращивания весенний-летний период большого количества пчелы. Работает этот метод. Для замены падевого меда осенью на сахар. То есть, если вы знаете, что в вашей местности падевый мед, то лучше его выкачать и заменить с сахарным сиропом, и пчелы быстренько перекачают. Для пополнения запасов корма на зиму. Вот. То есть, если у вас там не падевый мед, ну, запасов мало, то вы, естественно, говорите, думаете сами себе, надо добавить. И чтобы не морочиться с этими банками там, или с кульками, или еще чем-то, вот, с специальными кормушками, в которых постоянно заглядывать, сразу дается большая порция. И пчелы одним махом, так сказать, за один день или за два дня, пока у вас выходные, они перекачивают все это к себе, и потом они сортируют, так сказать, пчелы-то. Четвертое. Для профилактики гнильцовых заболеваний и издавления семей заболевших гнильцом. Возможно, у вас на пасеке есть такое заболевание, то профилактически, практически испытывая гнильцовые заболевания, ученые определили, что они всегда есть в теле пчел. Поэтому профилактику гнильцовых заболеваний обязательно надо делать по весне с пенициллином. Сахарный сироп наливали в 5-6 корыта, которые ставили в ряд на расстояние 50 метров от пасеки, чтобы пчелы не тонули. За один день пчелы забирали разное время от 200 до 1000 литров сиропа. То есть, чтобы пчелы не тонули, поверху сиропа клали свежую солому. Ну, это понятно всем. Сухая трава, свежая солома насыпали, и пчелах хорошо, никаких проблем. Самый простой метод. Вот. От 200 литров до 1000 литров за день семьи забирали. Ну, и тут неизвестно, какая пасеки, по-видимому, большие пасеки были, что они забирали столько количества сиропа. Так как слабые семьи забирали мало сиропа, то после переработки запечатывания в сотах в их ульи ставили часть кормовых рамок из сильных семей, бравших сироп в избытки. На неблагополучных по гнильцу пасеках в сироп добавляли антибиотики в комплексе с другими противогнильцовыми мероприятиями. Это способствовало оздоровлению пчелиных семей и пасеки в целом от европейского гнильца. Нападов и воровства на пасеках при общей подкормке не было. Описанный способ общей подкормки пчел выгоден. В смысле экономии времени, труда весьма прост. То есть, обратите внимание, что это весьма экономично, быстро, ну, как все люди хотят хорошо, быстро все задать и радоваться. Это послужит вам успехом. Еще одна небольшая статейка есть, весьма интересная. Когда мы качаем мед, вот, нам обязательно нужна ситечка. Я вам покажу, как она тут сделана. И ситечки бывают разного формата. Здесь рекомендуют сделать конусную ситечку. Я вам покажу. Автор из одной из заметок, напечатанной в журнале Пчеловодство, ситовал на завод, выпускающий ситечки для процеживания меда с крайне низкой пропускной способностью. То есть, плоская ситечка. Она хуже пропускает. Действительно, это так. Площадь сетки у этого ситечки очень мала. У нас в Америке тоже такая система. Плоские такие два ситечка. К тому же, она быстро засоряется восковым сором, на удаление которого нужно постоянно отвлекаться работающему медагонке, работнику медагонник, или держать для этой цели специального рабочего. Я изготовил ситечка, показана тут на рисунке, в котором восковые примеси скапливаются в нижней части сетчатого конуса и почти не влияют на скорость процеживания меда. Ситечка изготовлена из частей металлической сетки, пропаянной в стыке и прикрепленной к ободку диаметром 18 см. Высота конуса 15 см. Производительность такого ситечка в 6 раз больше обычного. Рекомендую пчеловодам изготовить такие ситечки, не ожидая их выпуска завода. Я вам покажу это ситечко, а вы оцените сами, как оно выглядит. Обратите внимание, вот это вот ситечко, конусная, высота 15 см, диаметр 18 см, вешается. Приблизительно таким ситечком я пользуюсь, только у меня так чуть-чуть полукруглая, не совсем на конус. Очень удобно, мед стекает сверху, по бокам вот так вот, и здесь сверху, а снизу если и забивается, то потом легко вычистить. Я немножко делаю конус, чтобы ложкой можно было вычерпать вот это оставшееся. На конусе труднее. Вот тут конус полукруглый делаю, как говорится, снизу. И удача вас будет сопутствовать. Вот приблизительно вот такое ситечко, вы видите, да? Вот. Можно сделать самому. Итак, уважаемые, до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки. До нового видео. До свидания.